И снова здравствуйте, уважаемые трейдеры! Новый день фондовая Америка нацелена начать более оптимистично и не менее волатильно. Рынок США сегодня предрыночные торги провел, предпринимая очередную попытку к восстановлению утраченных за хмурый февраль позиций. Макроэкономические показатели позволяют рынку немного насладиться свежим воздухом, а команда группы компаний Инстафорекс уже готова представить вам свой взгляд на тенденции и риски нового дня. Это свежий обзор рынка США. Падение акций банков привело к снижению Уолл-стрит в понедельник. Поскольку инвесторы беспокоились об эффекте домино, при этом торги были нервными, неоднозначными и завершились для индексов разнонаправленно. К звонку о закрытии бирж промышленный индекс Доу Джонса отметил скромное снижение на 90 пунктов, это 0,28%. Технологичный Nasdaq смог завершить сессию на выигрышной позиции, прибавив 0,45%. А вот S&P500 изменился мало и закрыл торги ниже на 0,15%, у высоты 3855 пунктов. Внутридневные торги вторника ключевые индексы США провели довольно вяло, но после выхода свежих данных по инфляции заметно ободрились. Фьючерсы на биржевые топы выросли на 1,3%, сигнализируя о мажорных перспективах на сессию. Что касается прогнозного диапазона, то он для S&P500 очерчен в границах 3850 и 3990 пунктов. Внезапное закрытие Silicon Valley Bank в пятницу после неудачного увеличения капитала заставило инвесторов обеспокоиться рисками для других банков из-за резкого повышения ставок ФРС в прошлом году. Но многие предполагали, что теперь центральный банк может стать менее ястребиным и доходность двухлетних казначейских облигаций упала. Баланс страха и надежды был лейтмотивом торгового понедельника. Защитные коммунальные услуги выросли на 1,54%, показав лучший результат из 11 основных секторов S&P. В то же время группы, чувствительные к процентным ставкам, такие как недвижимость и технологии, прибавили. А вот банковский сектор остался под давлением. Акции Signature Bank, который также был закрыт регулирующими органами, были остановлены. Nasdaq заявил, что они останутся таковыми до тех пор, пока запрос биржи на дополнительную информацию не будет полностью удовлетворен. Акции First Republic Bank упали на 61,83%. Вестерн альянсы и PEC West Bank Corporated упали на 47,21%, соответственно. Торговля акциями несколько раз приостанавливалась. Charles Schwab упал на 11,5% после возобновления торгов после того, как компания, предоставляющая финансовые услуги, сообщила о 28-процентном снижении среднего баланса маржи и 4-процентном падении общих клиентских активов за февраль месяц. Акции крупных банков США, включая JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo потеряли свои позиции. Банковский индекс S&P упал на 7%, что стало самым большим одновременным процентным падением с 11 июня 2020 года. Крупные банки США потеряли около 90 миллиардов долларов на фондовом рынке в понедельник. В результате этого их убытки за последние три торговых сессии составили почти 190 миллиардов долларов. При этом кардинально изменились ожидания в отношении действий Федрезерва. Трейдеры в настоящее время в основном оценивают повышение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов марта, делая ставки на то, что Центральный банк сохранит процентные ставки на их текущем уровне в 44,4%. Еще более поразительным является тот факт, что те же самые рынки теперь подозревают, что весь цикл ужесточения ФРС может быть завершен, оценивая пиковые ставки всего на уровне 4,71%, что ниже верхней границы текущего целевого диапазона в 4,75%. Турбулентность на рынке отразилась и на индексах страха. Ночью индекс волатильности в X приблизился к 6-месячным максимумам. А другие индикаторы рыночного стресса показали ранние признаки напряжения. Индекс волатильности рынка облигаций индекс ISEE Bank of America Move к закрытию понедельника достиг 14-летнего максимума. Нервозность понедельника сохранилась и сегодня. Резкая переоценка ожиданий по процентным ставкам США снизила стоимость доллара, что в свою очередь способствовало рывку в сторону золота традиционного убежища, которое за последнюю неделю выросло на 5%, до уровня в 1900 долларов за тройскую унцию. Переосмысление ФРС привело к сейсмическим действиям на рынке казначейских облигаций США в понедельник. С самым большим падением доходности двухлетних казначейских облигаций со времен краха фондового рынка в 1987 году. Масштабы колебаний облигаций были отражены в резком скачке индекса MOV, подразумеваемой волатильностью рынка казначейских облигаций, до самого высокого с 2009 года уровня, что превышает самые напряженные периоды, связанные с пандемией 2020 года и шоком на рынке РЭПО в 2018 году. Выход свежих данных по инфляции также потенциально может укрепить трейдеров в ожидании паузы Федрезерва. Данные сегодня не стали сюрпризом и практически полностью отразили рыночный прогноз. Годовой уровень инфляции в США замедлился до 6% в феврале с январских 6,4%, что является самым низким показателем сентября 2021 года и соответствует прогнозу рынка. Цены на продукты питания росли более медленными темпами, в то время как стоимость поддержанных легковых и грузовых автомобилей продолжала снижаться. Также резко замедлился рост цен на энергоносители. С другой стороны, быстрее росли цены на электроэнергию и жилье. Базовая инфляция, которая исключает стоимость продуктов питания и энергии, снизилась до 5,5-5,6%. По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен, демонстрирующих инфляцию, вырос на 0,4% после предыдущего роста на 0,5% в соответствии с прогнозами рынка. Несмотря на то, что инфляционные показатели все еще далеки от целевого уровня Федрезерва в 2%, сегодня рынку этих данных может быть вполне достаточно. Как ни странно, но с учетом отсутствия инфляционных сюрпризов, главное внимание сегодня, очевидно, будет сосредоточено на банковском секторе. Именно эти новости могут переписать картину дня. Взаимные обвинения со стороны надзорных органов в отношении того, почему проблемы ASVB не были выявлены заранее, вероятно, возрастут, поскольку полномочия ФРС по поддержанию финансовой стабильности вероятно противоречат ее мандатам на низкую инфляцию и полную занятость. ФРС заявила поздно вечером в понедельник, что проведет проверку надзора и регулирования ASVB, а председатель Джером Пауэлл потребовал от заместителя председателя по надзору Майкла Барра провести тщательную, прозрачную и быструю проверку до 1 мая. В ходе одного из первых публичных выступлений представителя ФРС после кризиса, глава Совета ФРС Мишель Боуман должна выступить позже, во вторник. И за этим выступлением советуем следить особенно внимательно. Волатильность получает вид на жительство и на валютном рынке. После сокрушительного понедельника котировка USDX до звонка об открытии бирж восстанавливала потери. Индекс вырос на 0,3% и стабилизировался у значения 103,8 пункта. Что касается перспективня, то прогнозный диапазон для индекса доллара очерчен в границах 103,3 и 104,2 пункта. В понедельник USDX упал на 0,94% и после такого крушения полноправно может провести вторник зализовой раны. Доходность краткосрочных казначейских облигаций США также восстанавливается. Откат после вчерашнего ралли наблюдается практически по всем ключевым парам. В частности, речь о евро, фунте и иене. При этом для доллара импульс выглядит довольно ограниченным. Теоретически, инвесторов в доллар может утешить тот факт, что свежие данные по индексу потребительских цен все еще остаются далеки от целевого показателя Федрезерва. Но переоценка рисков сейчас зависит от позиции регулятора в отношении банковского сектора. Главный вопрос – сомнения в правильности политики, действий и рациональности регулятора. Попытки переломить инфляционное давление более высокими ставками сегодня выглядят чрезмерными, как будто пока ремонтировал одну деталь, сломал другую. Стабильность банковского сектора крайне важна. И теперь Федрезерв должен снова все взвесить, добавив в уравнение новые составляющие. Таким образом, позиция доллара остается под давлением. По крайней мере, пока представители Федрезерва не поделятся своими соображениями в отношении дальнейших действий. Изменения в ожиданиях дальнейших действий Федрезерва помогли канадскому доллару нивелировать практически весь негатив, который ему принесло решение родного Центробанка Банка Канады. Пара USDCAD в понедельник провела стремительном укреплении позиций именно канадца и во вторник продолжила снижение шагом 0,3%, опустившись до значения 1,3680. Что касается прогнозного диапазона, то он для котировки сегодня отчерчен в границах 1,3650 а 1,3750. Безусловно, главным спонсором укрепления CAD было падение американского доллара. При этом финансовые органы Канады поддержали родной рынок в условиях тотальной распродажи банковского сектора, заявив, что регулятор усиливает контроль за финансовым состоянием местных банков. В отчете говорится, что управляющего финансовыми учреждениями предприняло шаги, чтобы начать ежедневные проверки банков и это позволит ему контролировать их ликвидность. Канада в воскресенье взяла на себя временный контроль над подразделением Silicon Valley Bank в стране, добавив, что стремится получить постоянный контроль над активами канадского филиала. По-прежнему продолжает сдерживать рост канадского доллара и падение нефтяных котировок. ОПЕК во вторник повысила свой прогноз роста спроса на нефть в Китае в 2023 году, но оставила глобальный показатель без изменений, сославшись на потенциальные риски снижения мирового спроса. Итак, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,7%, до 79 долларов 30 центов за баррель. WTI при этом упала на 2,5%. Итого, в понедельник Brent и WTI упали до минимума с начала января и декабря соответственно. Криптовалютный рынок вторник провел, продолжая демонстрировать чудеса стойкости. Биткоин внутри дня смог укрепить рост еще на 5,7%, достигнув значения в 25 900 долларов. Эфир, в свою очередь, не отставал и вырос до уровня в 1700 долларов. Топовые альткоины росли шагом от 0,7% до 3,5%. Оптимизм криптовалютного рынка сегодня выглядит как ралли надежды. Безусловно, можно говорить о фундаментальных факторах, таких как обратная корреляция с индексом доллара, перспектива остановки цикла ужесточения денежно-кредитной политики и спасения вкладчиков Silvergate и Silicon Valley Bank от любых убытков вместе с новой программой ковидности на 25 млрд долларов. Но новости самой криптосферы продолжают таки оставаться тревожными. Минюст США занялся расследованием падения еще одного стейблкоина – TerraUSD. Meta сворачивает NFT на своих платформах на фоне криптоспада, а крупнейшие биржи остаются под прицелом расследовании регуляторов. Из последнего Binance приостанавливает ввод и вывод средств в фунтах стерлингов, – заявил представитель компании во вторник через месяц после того, как крупнейшая в мире криптовалютная биржа прекратила долларовые переводы. Binance позаботится о том, чтобы затронутые пользователи по-прежнему могли получить доступ к своим балансам фунтов в стерлингах. Так сказал представитель и добавил, что изменения затронет менее 1% пользователей криптобиржи Binance. По словам представителей, компания работает над поиском альтернативного решения для перевода фунтов стерлингов. Но на этом фоне перспектив дальнейшего развития событий две. Если Федрезерв на следующей неделе оправдает ожидания рынка и сделает, если не остановку, то паузу в политике ужесточение денежно-кредитной политики, то рисковые активы получат второе дыхание. Массовое смягчение финансовых условий для криптовалют будет драйвером роста, тогда как разочарование может привести к резкому падению стоимости активов. И в первом случае биткоин может подняться до уровня в 28 или даже выше 30 тысяч долларов, а вот при втором – скатиться снова к 18 тысячам или даже к 16 тысячам. Вспомним, вмиг все подводные камни родного криптовалютного сектора. Рынки сохраняют нервозность и новые реалии пока стабильно дарят только лишь турбулентность. Ну что же касается перспектив текущей торговой сессии, то биткоин довольно бодро сегодня преодолел уровень в 25,5 тысяч долларов. Удержание этой высоты может привести актив к росту до 27 200 долларов. В противном случае цифровое золото может вернуться к значению в 24 200. Это был взгляд на новый торговый день в Соединенных Штатах от аналитиков группы компаний ИнстаФорекс. Надеемся, наш обзор поможет вам более эффективно взвесить риски и найти прибыльные сделки. Будьте успешны с ИнстаФорекс и до новых встреч на канале! Увидимся завтра!